Скандал в парке новой культуры. Посетители недовольны стоимостью аттракционов. На днях перед детскими каруселями установили турникеты, а цену увеличили почти в два раза. Пока родители пишут десятки гневных постов в соцсетях, предприниматели отвечают, стало дешевле. В ситуации разбиралась Елена Пряхина. Этот красный крест уже несколько дней пугает первоуральских родителей. На площадку с аттракционами, что за ним, теперь можно попасть только по билетам. Причем, если кататься идет только ребенок, за вход придется заплатить и взрослым. В сопровождение пускают только одного. Остальные наблюдать, как развлекается малыш, могут только из-за забора. Мне кажется, нет, конечно, это неправильно сделали. То есть мы же ходим с детьми, почему с нас-то должны еще деньги собираться. Новые правила оплаты аттракционов в парке начали действовать на прошлой неделе. Почти в два раза выросла и цена билета. И уже к выходным у первоуральцев это стало самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Горожане начали выкладывать недовольные посты. Ужас! Раньше такого не было. А если мы просто погулять хотим зайти? Капец! За что платить-то? Я не понимаю. Да бред полный. Дочка одна хотела покататься, увидела, что нас не пустят и отказалась. У работников парка аттракционов другое мнение. Говорят, старались для посетителей. По новым правилам кататься на каруселях можно хоть с утра до вечера. Поэтому и стоимость дороже. Это большая выгода. То есть заплатил 350 рублей и катайся сколько хочешь, пока не надоест. Надоест, пожалуйста, все. Также детская площадочка у нас выходной 250 рублей, входной билет на неделе 200 рублей. Значит, то же самое. Любые аттракционы хоть сколько раз. Убедить горожан в выгоде новой системы оплаты предприниматели не смогли. Первоуральцы стали жаловаться руководству парка новой культуры, где расположены аттракционы. Там говорят, владельцы сами решают, какие цены устанавливать. Но с ними уже пытаются договориться. Уже непосредственно при самой работе выявились определенные вопросы. Определенные вопросы. И вот сегодня мы в диалоге с предпринимателем, чтобы эта система была удобна для наших посетителей. Работать по новой системе оплаты аттракционы продолжат и дальше. Но чтобы не возникало недовольства среди горожан, руководство парка предложило предпринимателю давать им право выбора. Покупать билет на разовое посещение, как это было раньше, или безлимит на весь день. Это еще обсуждается, но уже решено, что для всех сопровождающих ребенка будут выдаваться бесплатные билеты для прохода к аттракционам. На этой неделе парк будет работать по старой системе. А затем предприниматели планируют снова перейти на безлимитную оплату. Но уже с доработками. Елена Пряхина, Александр Захаров. Новости. Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова